Приветствую, братья и сестры. Прочитаем один отрывок из Писания, Матвея 18 глава, с 21 стиха по 35 до конца главы. Матвея 18 глава, 21 стих. Тогда Петр приступил к нему и сказал, Господи, сколько раз прощать брату моему, согрешающему против меня, до семи ли раз? Иисус говорит ему, не говорю тебе до семи, но до седмижды семьдесят раз. Посему царство небесное подобно царю, который захотелся считаться с рабами своими. Когда начал он считаться, приведен был к нему некто, который должен был ему десять тысяч талантов. А как он не имел, чем заплатить, то государь его приказал продать его, и жену его, и детей, и все, что он имел, и заплатить. Тогда раб тот пал, и, кланясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, и все тебе заплачу. Государь, умилосердившись над рабом тем, отпустил его, и долг простил ему. Раб же тот, выйдя, нашел одного из товарищей своих, который должен был ему сто динариев, и, схватив его, душил, говоря, «Одай мне, что должен». Тогда товарищ его пал к ногам его, умолял его, говорил, «Потерпи на мне, и все отдам тебе». Но тот не хотел, а пошел и посадил его в темницу, пока не отдаст долга. Товарищи его, видя прошедшее, очень огорчились, и, придя, рассказали государю своему все бывшее. Тогда Государь его призывает его и говорит, «Зой, раб, весь долг тот я простил тебе, потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе помиловать товарища твоего, как и я помиловал тебя?» И, разгневавшись, Государь его отдал его истязателям, пока не отдаст ему всего долга. «Так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простите каждый из вас от сердца своего брату, своему согрешащий его». Сегодня я хотел бы, чтобы мы порассуждали о таком слове прощения. Я думаю, что каждый из нас сталкивался с прощением. Кому-то из нас доводилось прощать кого-то, кому-то доводилось прощать нас. Возможно, кто-то еще не простил, кто-то имеет непрощение кому-то, возможно, кто-то имеет вот этот груз и до сих пор держит вот эту обиду или вот это непрощение, которое есть у нас. Знаете, когда я размышляю о жертве Христа, когда я думаю о том, что Он сделал для меня, я всегда думаю о прощении. Не знаю, почему. Может быть, потому что до 18 лет я жил мирской жизнью и не знал ничего о Боге, о церкви. Моя семья, мои родители неверующие, брат и сыста неверующие, и мои дела были далеки от Бога. И когда Бог открылся мне, когда я увидел свое состояние, когда я увидел свой грех, свои грехи, я увидел, что я нуждаюсь в Его прощении, что никто не может дать мне это прощение, никто не может оправдать меня перед Богом, только Христос. Начиная с 21 и 22 стих, вот этот диалог, когда Петр задает вопрос Иисусу, сколько раз мне прощать? Если вы помните ли, знаете эту главу, если вы видите, посмотрите начало этой главы, ученики спорят, кто больше, кто больше в царстве. И после этого Иисус рассказывает им, как, какими они должны быть, что они должны быть как дети, как дети, которые никогда не думают властвовать, как дети, которые никогда не думают быть выше над кем-то, как дети, которые всегда зависимы от родителей. Бог желает, хотел показать важную истину им в том, чтобы они искали Бога, искали быть во всем зависимы от Него, и искали служить людям. Вот это качество, которое есть у Бога, качество прощать, миловать, Он хочет видеть в детей Своих. После этого Иисус рассказывает историю. С 23 по 27 стиха мы видим, как Иисус говорит о одном царе, который он начал смотреть о своих должников. Позвал одного человека, который должен ему 10 тысяч талантов. Если переводить на сегодняшний день, я думаю, что это где-то миллион долларов. Это очень большая сумма. Скорее всего, этот человек не был просто простым человеком, рядовым человеком. Скорее всего, он занимал какой-то пост или был каким-то предпринимателем. Потому что, например, мне сегодня бы пойти к президенту, попросить что-то в долг, первое я вряд ли попаду к нему на прием, потому что у меня нет того статуса или того положения в обществе для того, чтобы требовать приема и требовать, возможно, даже брать у него что-то в долг. Потому что он бы, второе он бы мне не дал, потому что зачем мне такому человеку давать долг, такую большую сумму, которую я бы точно не смог отдать. И тем более он не знает меня. Скорее всего, это был человек, который царь знал. Это был человек, который, может быть, имел какую-то должность или был предпринимателем в чем. Потому что это очень большая сумма. Такую сумму не давали просто людям, простым рабам или работникам. Эту сумму давали, такую сумму в долг, предпринимателям или люди, которые имели какую-то должность. И вот этот человек приходит перед царем, и царь просит, чтобы отдать долг. Он осознает, что он не может, он не имеет достаточно средств для того, чтобы оплатить этот долг. Тогда царь говорит, продать все, что есть, продать детей, жену и его в рабство и вернуть долг. Я думаю, что если бы мы были на месте этого человека, мы поступили бы так же. Мы просто осознали свою неспособность. Мы осознали, что мы не способны справиться с этим долгом. Никто не способен. Мы просто бы пали и просили о милости. Этот человек пал перед царем и просил о милости, чтобы царь мог еще подождать, дал еще больше времени для того, чтобы он мог погасить этот долг. Тогда царь посмотрел на этого человека, и он помиловал его. Он простил ему весь долг. Он проявил милость. Как мы сегодня? Осознаем ли мы то прощение, которое Бог даровал нам? Ценим мы ли то прощение, которое мы имеем в Иисусе Христе? Думаем ли мы о том, какой ценой мы искуплены? Какой мы имели, какой большой долг мы имели перед? Богом? Смогли бы кто-то другой, смогли бы мы себя самих оправдать перед Богом? Скорее всего, нет. Только в Иисусе Христе, только Его жертва, только через Иисуса Христа мы имеем прощение. Понимаем ли мы это сегодня? Задумывались мы ли когда-нибудь в нашей жизни, в нашей христианской жизни, о том, что мы имеем большую радость? Мы имеем большую радость? Мы прощены. На этой неделе после тяжелого рабочего дня, еще больше после тяжелой ночи, я думаю, у кого есть дети, понимают, когда маленькие дети, они часто ночью просыпаются. и вечером, когда ехал домой, очень уставший, и думал о сегодняшней теме, о прощении, и знаете, я осознал одну истину. Я думаю, насколько я счастливый человек, при том, что я очень уставший. Когда ты очень уставший, мало что думаешь о счастье или о радости, но я понял, что я счастливый человек, потому что я прощенный. Я имею прощение, незаслуженное прощение. Я не заслужил этого, но Бог явил милость моей жизни, и Он даровал мне прощение. Я осознал свою беспомощность, пал пред Его лицом, пред Его престолом и просил прощения. Это великая радость осознавать и понимать, что мы прощены. Мы не заслуживаем это, но Бог даровал эту милость. Он проявил к нам любовь, отдав Сына Своего для того, чтобы каждый человек имел возможность получить прощение. Веруя в Иисуса Христа, веруя в Его жертву, мы имеем прощение. Дальше это человек, который получил прощение. Я думаю, каждый из нас может сказать, вот это описать, вот это ощущение, когда мы, имея долг, мы просто освобождаемся от долга. Я не знаю, как вы, но когда я должен кому-то, я всегда стараюсь отдать этот долг, чтобы освободиться от этого долга. И после этого, когда я отдаю долг какому-то человеку, который я задолжал, я отдаю этот долг, и у меня появляется освобождение. Думаю, хорошо, я отдал этот долг. Я думаю, что вы тоже знаете это, когда вы никому не должны, когда вы отдали свой долг, и вы имеете вот это освобождение. Вот этот человек, я думаю, что для ихней семьи это была очень большая радость услышать о том, что царь простил им большой долг, который они не были способны покрыть. У них не было возможности отдать этот долг. В ихней семье, я думаю, что была большая радость. Выйдя оттуда, этот человек увидел другого человека. Он нашел человека, который ему должен сто динариев. Сегодня это бы где-то трехмесячная зарплата. Это две большие разные суммы сто динариев. И он говорит, отдай мне долг. По справедливости это правильно. Что касается, когда чтобы нам было хорошо, или что кто-то против нас, или что кто-то должен нам, мы всегда ищем справедливости. Мы всегда ищем делать справедливо. А когда мы должны кому-то, мы всегда ищем милости. Когда что-то касается для нашего Я, чтобы нам было хорошо, мы всегда ищем справедливости. Он не простил. Мы читаем, что он не простил этому человеку долг. Он не последовал тому примеру, который он получил это прощение, великое прощение, которое он не заслуживал, но он получил его. Выйдя, он нашел человека, который должен был ему намного меньшую сумму, но он не смог простить. Как мы в нашей жизни, как мы поступаем? Осознаевая свой грех, понимая свою ошибку, мы приходим перед Богом. «Господь, я согрешил, прости меня. Ты знаешь, что я поступил неправильно. Прости меня». После этого, когда мы выходим, как мы поступаем? Понимаем, поняли мы прощение, что означает прощение. Прощение означает не только тогда, когда меня прощают, но и тогда, когда я прощаю. Бог хочет оставить нам сегодня этот пример. Пример, который Он показал на Голгофе. Пример того, пример любви, любви к людям. Пример того, пример прощения. Он желает, чтобы мы, как Его дети, то, так, как Он нас простил, чтобы мы прощали друг друга. Чтобы мы имели эту любовь, которые Он имеет к нам. Мы имели эту милость и сострадательность друг к другу. Для того, чтобы Он прославился в нас. Он прославился через нас. Чтобы между нами был виден Христос. Если будете иметь любовь, люди будут видеть, что вы мои ученики. Милости хочу, они жертвы. Не просто прийти, принести жертву, попросить прощения и уйти и поступать опять неправильно. Опять делать тот же грех. Прийти, принести жертву и опять уходить. И нету изменения. Бог желает изменения сердца. Бог желает, чтобы перемены в нашей жизни, чтобы мы осознали и были готовы к прощению. Один брат рассказывает свое свидетельство, как он ехал с семьей в машине и случилось так, что один пьяный подросток врезался в их машину. Вследствие этой аварии умерла его жена, беременная жена, единственная дочь и сын. Друг, его друг, когда узнал об этой аварии, он быстро поехал в больницу и когда он зашел в палату этого человека, этого верующего человека, этот человек спросил его, своего друга спросил, что с тем подростком, как он. Имея такую большую трагедию, этот человек думал о том подростке. И этот его друг свидетельствует говорит, он как будто всю жизнь готовился к прощению, он всю жизнь готовился, чтобы прощать. Этот человек, когда выздоровел, когда вышел с больницы, он нашел этого подростка, рассказал про Иисуса, даровал ему прощение. У него была большая боль, ненависть, он говорит, я всю боль, свою ненависть направил к Христу, потому что я не способен справляться, но Бог даровал мне силы прощать. Готовы ли мы сегодня прощать? Готовимся ли мы прощать? Или мы готовы только принимать прощение? Послание Кевсянам 4,32 Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Аминь. Давайте помолимся. Продолжение следует...